МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подводя итоги года, президент отметил падение ВВП на 3,6%. Зато растут объемы производства в сельском хозяйстве и прибыль банков. Безработица составляет 6,3%, но ожидается улучшение ситуации в начале следующего года. Много вопросов, конечно, прозвучало по главной теме года – коронавирус. По поводу нехватки лекарств Путин заявил, что это проблема логистики, а промышленность среагировала эффективно на выпуск препаратов в нужном количестве. Кроме этого, Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину. Она эффективна в 96% случаев, но не зафиксирована ни одного серьезного побочного действия. Президент призвал всех придерживаться рекомендаций специалистов. Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю. Поступили обращения о невыплатах надбавок врачам, работающих с ковидными больными в некоторых регионах. Также были вопросы, связанные с экологией и другие. Вопросы задавали не только журналисты. Музыкант и телепродюсер Сергей Шнуров, например, поинтересовался судьбой теперь уже бывшего президента Америки Трампа. На пресс-конференции президента работал и наш корреспондент Шамиль Гулиев. Ждем от него интересные подробности в следующих выпусках. Предварительный этап всероссийской переписи в самом разгаре. С начала декабря переписчики собирают сведения о жителях труднодоступных территорий. В Тобольском районе 28 таких сел и деревень, куда сейчас удобно добираться по зимнику. В деревне Хмелево вместе с переписчиками побывала наша съемочная группа. Здравствуйте. Всероссийская перепись населения. Можно к вам? В деревне Хмелево и отказов от участия в переписи не было. Жители понимают всю важность этого большого дела и охотно сообщают сведения о себе. Ну, наверное, чтобы знали там высшие власти, сколько людей находится на территории России. По нашему сельскому совету, может быть, какие-то средства будут выделять на наши местные дороги и колодцы, и электричество. Школу новую строят, фаб новый строят. Все-таки у нас дороги поддерживаются. Хорошо у нас деревня. Эта деревня, как и входящая в Хмелевское сельское поселение Елань и Ахманай, находится на труднодоступной территории. От Тобольска по трассе 100 километров. Кругом болото, от большой земли отделяет капризный табол и почти три месяца в году сюда никак не добраться. Для таких территорий перепись стартовала заблаговременно, в декабре. Марина Прохорова – коренная жительница Хмелевой, 25 лет проработала в школе. Теперь вот стала фельдшером. И от переписи в стороне не осталось. Кропотливая работа. Всех нужно обойти. Население разное. В каждый дом нужно зайти, переписать. Где-то собаки. В основном работаем в ночное время. После работы. Работа закончилась и пошли. Если в прошлую перепись в трех деревнях насчитали 375 человек, то сейчас уже более 400. Несмотря на отдаленность, сюда приезжают новые жители. С 2016 года газ зашел к нам на территорию. Соответственно, это тоже какая-то привлекательность. И люди, в свое время уехавшие из родительских домов, сейчас возвращаются сюда. Даже прописываются здесь. Все полностью оформляют земельные участки, дома. В Хмелевском сельском поселении есть школа, детский сад, ФАП, две лесозаготовительных компании. Кто-то работает вахтовым методом. Видимо, красивое место, окруженное водой, привлекает, несмотря на бытовые неудобства. Татьяна Павловна живет здесь всю жизнь с детьми и внуками. Вспоминает, что с первым ребенком пришлось лететь в роддом на вертолете. Стояла весенняя распутица. Но остается верна малой родине. Привыкли и никуда уезжать уже не хочется. Куда-то съездишь в Тюмень или в Тобольск, когда подъезжаешь к родному месту, думаешь, ох ты, вот моя деревня, вот мой дом родной, вообще красота такая. Не, я не променяю свою деревню ни на что на свете. До конца года переписчики обойдут 28 населенных пунктов Тобольского района и опросят порядка трех тысяч жителей. Для всех остальных всероссийская перепись начнется в апреле 2021 года. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время. На 17 декабря в Тюменской области зафиксировали 166 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Летальных исходов два. За последние 24 часа на поправку пошел 161 человек. Таким образом, с начала пандемии от болезни излечились 19 747 жителей региона. Заболели 21 077 человек. И сегодня оперштаб Тюменской области опроверг фейк из мессенджеров о том, что в регионе планируют ужесточать режим повышенной готовности. Колл-центр для предпринимателей, созданный с целью информировать бизнес-сообщество об изменениях в экономике и законодательстве в условиях пандемии, оправдал ожидания. Сейчас предприниматели обращаются на горячую линию не только с вопросами, связанными с коронавирусной инфекцией. Профессиональные ответы они получают по самым актуальным темам. Вторая еще очень такая горячая тема. С 1 февраля вводится маркировка одежды. Маркировка шин уже наступила с 15 числа. Маркировка одежды. Соответственно, получает предприниматель, он должен будет промаркировать все остатки, потому что он не сможет продавать одежду после 1 февраля без маркировки. И остается, по сути, уже здесь без новогодних праздников. Услуга для недели будет предпринимателя. Звонят не только предприниматели Тобольска, но мы знаем, что с Тобольского района, Багайский район, город Ютроск и даже из Тюмени к нам поступают звонки за консультации, потому что люди знают уже, что действительно тут профессионалы сидят, и они четко, без лишней воды, все ответят на все вопросы. Информационную поддержку предприниматели могут также получить и на сайте, на страницах в социальных сетях. Меньше месяца остается до окончательной отмены режима ЕНВД, единого налога на вмененный доход. О том, на какие новые режимы налогообложения выгоднее переходить малому бизнесу, разбирались наши корреспонденты. Новшество касается индивидуальных предпринимателей и организаций. Вариантов перехода для организации 2, для предпринимателей 5. ИП могут стать самозанятыми, перейти на патент или выбрать упрощенку с объектов доходы или доходы минус расходы. Все перечисленные системы налогообложения имеют свои особенности. Так, упрощенная система налогообложения имеет две налоговые ставки. Это 3% со ставки дохода и 5% со ставки дохода минус расходов. Данную систему налогообложения могут применять как индивидуальные предприниматели, так и организации. Самый неудобный вариант перехода для индивидуальных предпринимателей – общая система налогообложения. Ее имеют право применять только индивидуальные предприниматели. Перечень видов деятельности, на которые распространена, ну как может применяться эта патентная система налогообложения, определен законом Тюменской области. Патент можно выкупить на срок от 1 до 3 месяцев. Подать заявление можно до конца декабря. С 1 января 2021 года предприниматели вправе уменьшить налог при патентной системе на суммы страховых взносов, выплаты по больничным за счет работодателя. Для самозанятых подойдет налог на профессиональный доход, и его могут применить как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Всего в Тобольске 790 налогоплательщиков. Из них 25% определились и выбрали подходящую систему налогообложения. Остальным до конца года необходимо определиться. Иначе система будет выбрана автоматически. Ольга Куречко, Наталья Китова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Щедрая на рыбу камчатка вновь радует табаляков деликатесами. Они обладают уникальным вкусом, ведь выловлены из морей, отличающихся безопасностью и экологичностью. Взаимовыгодные межрегиональные связи предпринимателей позволяют и табалякам познакомиться с рыбной продукцией, которую раньше могли попробовать только чукчи, эвенки и алиуты. Ну какой новогодний стол без камчатских деликатесов! На выставке продажи «Край Камчатки» в ассортименте более 30 видов рыбы. Для любителей красной здесь свежая чавыча, нерка, кижуч, китай и горбуша. Для ценителей белого мяса – белоребица и палтус. Всю продукцию можно попробовать. Икра кижуча вкусная, полезная, без красителей, без добавок. Еще в ассортименте горячего копчения скумбрия, окунь горячего копчения. К новогоднему столу я порекомендую чавычу. Она очень жирная, вкусная, белоребица. Сделайте очень красивую нарезку. С наступающим! Мы вас ждем! По вкусовым качествам и набору полезных веществ камчатская икра – самая ценная. В этом не раз убеждались покупатели. Любят табаляки и копченые деликатесы. Я постоянно интересуюсь, хожу и покупаю. Рыба очень вкусная. И чавычу покупаю, и селедку покупаю, и копченую. Рыбка вкусная, рыбка свежая, и икру тоже покупаю. Все замечательно. Купить камчатские деликатесы можно до 20 декабря включительно. По адресу 8 микрорайон, Центральный универмаг. Ярмарка работает с 9 утра до 19 часов вечера. Юлия Савиных, Наталья Китова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Чита Дедушкиных из Тобольского района завоевала звание «Семья года» в городском конкурсе «Молодежная элита-2020». Это не первая их награда. Инициативные дружные супруги показывают пример другим. «Как здорово жить, когда любишь». В этом они убедили и Наталью Китову. Случайно вас когда-то встретил. Вас кистру нежности заметил. Я ей поверить не посмел. Евгений Онегин не посмел, а Николай Дедушкин посмел и не прогадал. Свою Татьяну, то есть Людмилу, он встретил на одном из районных творческих конкурсов и больше от себя никуда не отпустил. Мы живем в одном селе, а вообще мы в 2012 году съездили на театральный конкурс. Таланты и поклонники читали Онегина и Татьяну. Заняли первое место. Как оказалось, тогда это была первая награда в нашу семейную копилку. Людмила – массовик-затейник всего села Булашова. Ни один конкурс или мероприятие не обходится без ее участия. В семье она тоже женщина-праздник. Николай работает охранником в школе. Но несмотря на твердый характер и силу, словно черномор плавится под чарами хрупкой Людмилы. Добрая, честная, любящая. По дому все как бы. Молодец она. У меня муж вообще не любит такие конкурсы. И он каждый раз мне говорит, это последний конкурс, это последний конкурс. А потом еще и еще победа за победой. Только за последний год Людмила и Николай получили более десяти наград различного уровня. А летом заняли третье место на региональном конкурсе «Семья года-2020». Позитив пара ищет во всем. Даже в ограничительных мерах из-за пандемии. Вообще в этом году же праздники все как-то больше онлайн. А так получается, как праздник, я все время на работе. Ну и дети мне всегда помогают, муж помогает. Мы поэтому как-то праздную так между делом, больше на сцене. А в этом году получается у нас больше времени на семью, на дом. Как-то больше праздники дома отмечаем. Вот, допустим, день матери был, мы подарок себе сделали, сходили в СПА-салон. Завершили свой 2020-й дедушкины победой в городском конкурсе «Молодежная элита» в номинации «Семья года». Теперь готовятся к новогодним праздникам и копят творческие силы на предстоящий год. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи. 18 декабря в Тобольске снежно. Днем на термометре до минус 6 градусов, ночи похолодает до минус 17. Ветер юго-западный дует со скоростью 3-4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова